Аудиопортал Олега Кейнза Книга шестая. Пробуждение. Книга начитана с разрешения автора. Специально для подписчиков аудиопортала Олега Кейнза ВКонтакте. Тьма пугает лишь до тех пор, пока не узришь пустоту. На первый взгляд они очень похожи, но теперь я отчетливо ощущал разницу между осязаемым кромешным мраком и абсолютным ничто. Первая лишь окутывала, пронизывала и пыталась изменить, в то время как вторая стремилась уничтожить всё на своём пути. Потери бессмертия. Эти слова должны были звучать подобно приговору, но прочитав их я ничего не ощутил внутри. Видимо, просто не успел отойти от встречи с третьей сестрой. Мысли до сих пор тянулись, словно чужие. Впрочем, я никогда не переставал считать себя смертным. Вечная жизнь изначально выглядела чем-то неправильным, неправдоподобным. Как будто красивая обёртка, или скорее приманка. Рано или поздно, но Теллура избавится от времени в лице миллионов бессмертных. Возможно, единицам избранных удастся обмануть судьбу, сохранив этот величайший дар. Вот только размышлять об этом не имеет смысла. Ведь я выбыл из этой гонки на самом старте. Благо, система оставила мне пути к отступлению и возрождению. Вопреки обилию полученных уровней, в запасе осталось лишь четыре лика. Остальными пришлось заплатить за возможность лицезреть пустоту. Причём череда моментальных смертей — лишь малая часть уплаченной цены. Слепота — одно из множества увечий. Аватар лишилась обеих рук и левой ноги. Внутренних повреждений также хватало, но там пока справлялись ткачи, не давая органам отказать здесь и сейчас. Стоило отдать должное собственному телу. Даже в столь плачевном состоянии потребуется всего три часа, прежде чем я смогу подняться на ноги. Учитывая, что от меня осталось чуть больше половины, более чем приемлемый срок, особенно в полевых условиях, без лекарств и зелий. В личных покоях восстановление пройдёт куда быстрее. Вот только Таргурия до сих пор имела статус закрытый для телепортации зоны. Вернуться в обитель получится лишь добравшись до городских предместьей. А для этого нужно вернуть недостающую ногу. Благо я мог несколько форсировать регенерацию. Погрузившись в медитацию, активировал истинное искусство, после чего сосредоточил практически все ресурсы организма на восстановлении ноги. Обновлённый таймер подсказал, что процесс займёт всего 15 минут. Отличный результат, но и тут имелись подводные камни. Истощённый организм отреагировал моментально, накрыв волной боли и слабости. Время условности прошло. Для регенерации требовались ресурсы, и если источника из вне не имелось, тело начинало пожирать себя. Лишь благодаря ордам пожирателей, что косвенно подпитывали аватару, мне удавалось держаться на грани. Восстановление ноги максимум, который я могу сейчас себе позволить. О руках придётся на время забыть. Благо, щупальцы Аризавия оказались неплохой заменой потерянным конечностям. С подобными костылями будет куда проще держать равновесие. Глаз демона уничтожен, восстановление невозможно. Плохо. Очень плохо. Глаза давно стали той силой, с которой я не был готов расстаться. Статус невозможно восстановить, пусть и выглядел крайне неприятно, но я не воспринимал его как некий абсолют. Мне уже не раз доводилось видеть, как ломалось неуничтожимое и гибли бессмертные. Правильный подход и должное количество вложенной силы. Сама модификация всевидящей даже не потеряла в ранге, а это о многом говорило. Главный вопрос – насколько высокой окажется цена. Сходу браться за восстановление глаза не стал, пусть и подмывало. Никогда не любил откладывать важные дела на потом, но сейчас без поддержки обители имелся серьёзный риск сделать только хуже. В покоях в моём распоряжении будет целый ряд мощнейших эффектов, да и само пристанище серьёзно поможет. Решить проблему со зрением удалось несколько необычным способом. Благодаря статусу изначального я сумел взять копа, главного искателя, под полный контроль, и теперь смотрел на мир его глазами. Причём крохотного помощника в этот момент переполняло чувство, близкое к экстазу. Коп воспринимал происходящее не как потерю контроля над собственным тельцем, а величайшее благо — и прикосновение Всевышнего. По иронии, для меня опыт объединения разумов оказался менее приятным. Поначалу насекомыш забрался на моё плечо, так что фокус зрения относительно привычного сместился немного вниз и в сторону. Помимо прочего, я лишился возможности нормально смотреть по сторонам. Проблема решилась относительно легко. Коп перебрался на мою голову, и, прочно зафиксировавшись, замер. Некая ресинхронизация, конечно, присутствовала, но к этому я адаптировался довольно быстро. Чего нельзя сказать о мозаичном зрении. Коп по всех смыслах обладал особым взглядом на мир. Полагаться лишь на собственную способность адаптироваться не стал, подключив к процессу Альта. Использовав его в качестве массива обработки информации, мне удалось получить картинку, относительно близкую к привычной. Решив проблему слепоты, сразу огляделся. Врагов поблизости не оказалось, но это же касалось и союзников. Относительно беспощадных всё было понятно. Из них только Алиса отправилась на перерождение. Фанатик до последнего остался верен собственному слову и не убил девушку. В любом случае, вечные должны возродиться, а вот пропажи местных не столь однозначно. Будь всё в порядке, Унгов и братья Дворфы не стали бы просто так уходить. Наверняка победа далась им высокой ценой. Впрочем, прежде чем волноваться от других, мне стоило привести в порядок и обезопасить себя. Для начала выпустил на волю искателей. Крохотные помощники отлично показали себя в разведке и контроле периметра. Окончательно убедившись, что поблизости нет потенциальных врагов, взялся за Искру. На удивление, та пострадала куда меньше ожидаемого. Раньше Искра походила на взрыв, сжатый до размеров кулака. Бурлящая энергия сфера завораживала, но вместе с тем оставалось ощущение хрупкости. Лишившись пылающего и ослепительного ореола, на первый взгляд, душа больше приобрела, нежели потеряла. Общая структура словно стала более цельной и стабильной. Чем не очередной довод в пользу теории о чужеродности и мимолетности бессмертия? Правда, один из ян всё же нашёлся, причём весьма серьёзный. В недрах Искры то и дело мелькали крошечные червоточины. Пустота глубоко пустила корни в мою душу. Хватало и иных негативных последствий, но куда меньшего калибра. Вновь просевшая репутация с Инферно, вражда с рядом культов и пары рас, носящих в себе крохи демонической крови. Откровенно говоря, всё это меня не особо волновало и терялось на фоне проблем с Искрой и Глазом. Прежде чем пытаться подняться на ноги, решил обкатать контроль над щупальцами, попутно вспомнив об Аризавии. Присутствие алхимика едва ощущалось. И тому виной было не только изрядно пострадавшее восприятие. Скорее всего, безумному алхимику также серьёзно досталось. «Ты как, живой?» Несмотря на прочную связь с артефактом и клеймо мастера, даже передача пары слов отнимала много сил. «Интересный опыт!» Не без самодовольства отозвался алхимик. Причём в его голосе чувствовались непривычные для меня нотки уважения. «На, в следующий раз тебе следует быть осторожней!» Безумец призывал меня к осторожности. Видимо, встреча с пустотой сильно зацепила Аризавия. Впрочем, я легко мог его понять. «Кстати, будет неплохо, если ты наконец-то ослабишь контроль. Твой альт во время боя загнал меня в недра артефакта, отрезав любую возможность помочь». Я над этим подумаю. Пусть на словах Аризавии вызывал лояльность и демонстрировал готовность помочь, я был не в том состоянии, чтобы экспериментировать и проверять его искренность. Тем более, даже эта пара фраз едва не исчерпала только начавший восстанавливаться ментальный резерв. В итоге я просто свернул разговор. Благо, алхимик не стал настаивать. В отношении Альта остался доволен. Пусть его выбор практически лишил меня потенциальной помощи со стороны Аризавия в бою, но меня это полностью устраивало. Злоупотребление поддержкой извне во время смертельной схватки – не лучшее решение. Если речь идёт не о безвыходной ситуации, лучше сделать ставку на самого себя. С потерей бессмертия это правило стало ещё актуальней. Разобравшись с красными системками, отрицательными статусами, переключился на зелёные, отображавшие награды. Последних оказалось ничуть не меньше. Разбор накопившихся талантов и очков характеристик сходу отложил на потом. С этим успею разобраться в обители и без лишней спешки. Сейчас следовало проверить всё остальное. Выполнено задание Узревшей. Пустота, жизнь и смерть – высшие сущности, что стоят у истоков тел Луры. Рано или поздно, но мы встретимся с каждым из них. Вот только для большинства это будет означать заключительный аккорд круга жизни и переход к забвению. Лишь единицам удаётся сохранить жизнь и рассудок, увидев трёх сестёр. Подобный подвиг, без сомнений, заслуживает достойной награды. Описание не обмануло. И меня действительно ждала достойная награда. Пустой слот под седьмой осколок. Единственный минус награды – я не мог в полной мере ей распорядиться. Ведь в комплекте имелся список с пятью вариантами. Возможность отказаться также отсутствовала. С неистовой верой, шестым осколком, ситуация развивалась схожим образом. Тогда у меня и вовсе отсутствовал выбор. Видимо, отсутствие свободы выбора затрагивало все дополнительные осколки, идущие после пятого. Если уж и удалось заполучить столь серьёзную и ценную награду, то придётся убирать из того, что заполучил здесь и сейчас. В прошлый раз система вообще не давала никакого выбора. Так что пять вариантов не так уж и плохо. В конце концов, в Теллури не существует слабых или плохих осколков. Главное – умение ими правильно воспользоваться. Отличным тому примером выглядела неистовая вера. Довольно долго та висела мёртвым грузом, но в конечном счёте она помогла усилить форму зверя и помогла открыть доступ к дарам. Посмотрим, что именно я успел заслужить. К каждому из пяти осколков прилагалось небольшое, но по-своему ёмкое описание, так что гадать не пришлось, полагаясь на одни названия. Первую в списке осколков «Жертвенник» оттолкнул одним лишь своим названием. Осколок обещал великие блага, но лишь при условии самопожертвования. Для лишённого бессмертия подобные игры в благородство, пусть и во имя великих целей, слишком вредны для здоровья. Идол выглядел куда заманчивей. Для столь высокой оценки хватило одного намёка на шанс избежать даже, казалось бы, окончательной смерти. Главное — обзавестись алтарём и верной паствой. Довольно соблазнительная перспектива, вот только навряд ли единый оценит золотого тельца в виде одного из своих воплощённых. Воплощённый — аналог паладина в пастве единого. Бедствие наверняка уходило корнями к проявлению сил скакуна, что уже говорило не в его пользу. Тем более, что сам осколок обещал приумножить силы, способные сеять хаос и разрушение. Вместе с тем тактично умалчивалось, получится ли эти самые силы вообще контролировать. Азарт представлял собой подобие бесконечной рулетки. После её принятия любой мой значимый поступок будет заканчиваться подбрасыванием незримой монетки на удачу. Повезёт, и даже простое задание позволит сорвать приятный куш, в противном случае вместо награды легко поймать увечья или проклятия на ровном месте. В моём распоряжении уже имелась улыбка Фортуны, повышавшая параметр удачи. На её фоне азарт выглядел менее рандомно. Кроме того, по мере прокачки самого осколка, соотношение ещё больше сместится в сторону удачи. Но даже так нет никаких гарантий, что азарт не подведёт в самый неподходящий момент. Больше всего заинтересовал заключительный в списке вариант — пустота. Осколок, носящий имя одной из сестёр, просто не мог оказаться посредственным. Пустота не обещала могущества, вместо этого сразу предупреждала о последствиях. Выбравшему этот путь придётся заплатить высокую цену, подставив под удар целостность собственной души. Ведь после принятия осколка искра начнёт разрушаться. На первый взгляд самоубийственный выбор, но в это попросту не верилось. Наверняка есть лазейка сродни долгу проклятых перед смертью, когда за возрождение можно откупиться убийствами существ. Главное — отыскать то, что пустота будет готова пожрать вместо моей души. Пустота — самый опасный и вместе с тем заманчивый вариант. Главный соблазн заключался в простой истине, о которой говорила даже система. Рано или поздно, но все мы встретимся с каждой из трёх сестёр. Причём истинный конец олицетворяла не смерть, а именно пустота. И кто знает, как-то отнесётся к человеку, носящему в себе столь необычный осколок. Идол имел куда меньший потенциал, но и риски снижались пропорционально. Недовольство или даже гнев одного бога-покровителя и рядом не стояли с риском разрушения собственной души. Определившись с потенциальным фаворитом, решил дальше не копать и временно отложить в сторону вопрос выбора. Осколки — один из ценнейших ресурсов в телу Лури, способный кардинально повлиять на будущее любого вечного. Прежде чем принимать окончательное решение, будет не лишним переговорить с Льюэль и Полосом. Первая прожила века, если не тысячелетия в шаге от пустоты, в то время как второй инициировал во мне силу единого. Благо, система не требовала сделать выбор здесь и сейчас, давая двухчасовую отсрочку. Главное — не упустить момент, ведь в противном случае мне присвоят в случайном порядке один из пяти осколков. Единственный минус — на время отсрочки список будет статичным, без возможности дополнить его новыми событиями и поступками. Впрочем, сейчас мне было не до свершения подвигов ради разблокировки остальных осколков. Решив не спешить, вновь вернулся к изучению системок и был приятно удивлен. Естеству добавлено свойство познания души. Крохотный шрам на душе может стать началом конца. Что же говорить о том, когда из искры вырывают целый кусок? Исход без сомнений будет не из приятных. Вот только там, где другие должны были погибнуть или стать калеками, вы сумели не только сохранить жизнь, но и вернуть утерянное, пусть и не в полной мере. А как известно, что нас не убивает, то делает сильнее. Отныне в ваших силах исцелить даже оставленные на душе раны. Нужно лишь время или достойная жертва. Естество достигло шестнадцатого ранга. Очки характеристик плюс пять. Столь соблазнительный осколок пустоты, что разъедает душу, и новые свойства естества, обещающие её исцеление. Система словно подталкивалась сделать именно этот выбор. Тем не менее, я не стал спешить. Кроме того, у меня уже имелись раны на душе, так что полученное свойство в любом случае простаивать не будет. Для начала следует хоть немного восстановиться. А на Харету добавлено свойство постигая величие. Ощутив ауру пустоты, старший из трёх сестёр, вы навсегда запечатали в сердце и душе знание об истинном величии. Узревший сияние солнца никогда не будет бояться отблесков пламени свечи. Свойство — ослабление или игнорирование эффектов чужеродных аур. А на Харет достиг восемнадцатого ранга. Очки характеристик плюс пять. Встреча с пустотой хорошо дала понять, насколько опасной может быть одно лишь присутствие по-настоящему сильной сущности. Возможность противостоять аурам столь высокого калибра точно не помешает. Пусть в мои планы не входило противостояние кому-либо уровня сестёр или богов, тем не менее не стоило сбрасывать со счетов их паствы. Жрецам вполне по силам призвать частичку сил покровителя. Далеко за примером ходить не нужно. Сумрачной однажды удалось создать тень с отголосками сил самой смерти. Лучшим решением было бы вообще не задевать ссоры с подобными организациями. Ну или на крайний случай их избегать. Вот только со многими из них мы изначально находились по разную сторону баррикад. Агнец, скакун. Уже этого достаточно, чтобы на мой след встали ищеки самых разных культов. Словно этого было мало, список опасных статусов оказался пополнен. Открыта модификация Рог. Дух плюс пять десяток процента. Интеллект плюс пять десяток процента. Ментализм плюс пять десяток процента. Рог — признак древнего рода в мире демонов. В инферно не чтут уз, но понимают, какая сила порой может таиться в крови. Из того немногого, что я знал о демонах, полная корона являлась не просто символом власти, но и страшным оружием. Возможно, мне удалось поглотить и ассимилировать ценнейшую из модификаций Гунгуна. Пусть сейчас цифры выглядели скромно, по мере роста ранга ситуация изменится. Кроме того, со временем будут добавляться новые свойства. А ведь Рог разом влиял на два основных параметра и редкое направление ментализма. Неплохая компенсация за опасную модификацию. Вот только имелось одно важное «но». Модификация Рог подавляется силами воплощенного. Эффекты модификации заблокированы, развитие модификации заблокировано. «Отказавшись от покровительства Единого, вы снимите все имеющиеся ограничения». Весьма неожиданный поворот, особенно при условии, что с лапой и оком демона подобных проблем не возникло. А ведь от них также неслабо веяло силы Инферно. Даже если учесть, что глаз Собнака стал лишь частью всевидящего ока, а не переродился в самостоятельную модификацию, лапа должна была быть затронута. Возможно, так проявлялось противостояние двух сущностей внутри моего тела – демонической и единого. Первая за последнее время серьёзно потеряла в силе, в то время как вторая, напротив, начала обретать более прочный фундамент. Впрочем, не стоило списывать со счетов и иное объяснение. Возможно, я добрался до грани, шаг за которую по-настоящему сроднит меня с демонами. В любом случае, итог оставался одним. Независимо от причины, модификация носила исключительно декоративный характер. И менять этого я не планировал. Слишком опасно и глупо отказываться от покровительства единого и формы зверя, ради крох сил тварей Инферно, отношения с которыми давно граничит с ненавистью. Слава достигла 10 730. Текущая позиция в зале славы – 57. Трофейное золото – плюс 44%. Прирост опыта – плюс 22%. Стизя великих дел достигла 20-го ранга. Минимальный ранг добытого предмета – редкий уникальный предмет – плюс 2%. Эпический предмет – плюс 0,2%. Легендарный предмет – плюс 0,02%. Опыт – плюс 20%. Слава превысила значение в 10 000. Разблокирован уникальный класс-хранитель. Эволюция класса-защитник в хранитель. Класс-хранитель достиг звания «Эксперт-7». Эксперт, седьмая позиция в списке рангов. Получено две способности. Печать – уникальная активная способность. То, что мы гордо называем тел Луры, лишь малая ее часть. Одна из граней. Срединный мир, что был рожден на стыке многих планов. Побрав в себя частичку каждого, он стал чем-то поистине уникальным и желанной добычей. Порой ткань реальности между планами истончается настолько, что формируется разлом, червоточенно соединяющий разные миры. Отныне вы обладаете печатью – особой силой, что помогает Срединному миру избавляться от столь опасных ран на своем теле. Единение с тел Лурой – уникальная пассивная способность. Став на защиту родного мира, вы обрели с ним особую связь. Отныне тел Лура приоткроет завесу тайны, дабы вы смогли лучше ее оберегать. «Родного мира». От этих слов губы невольно скривились в ухмылке. «Не можешь предотвратить возглавь». Именно с этой фразой ассоциировалась эволюция класса. Судя по всему, система взялась за пропаганду и формирование нужных мыслей у новых детей тел Луры. В целом ничего против подобного хода не имел. Да и было бы странно, если бы Скакун Чумы, глава Совета Проклятых, и покровитель нескольких грехов в одном моем лице остался без присмотра. «Вот только делать из меня хранителя?» У тел Луры своеобразное чувство юмора или дела настолько паршивы? Хотелось бы верить в первое. Эволюция тривиального защитника в уникального хранителя привнесла изменения и в общую механику класса. Старые способности и достижения никуда не делись, но теперь их эффективность зависела от деяний. Описание последних удивило. Система призывала творить добро любой ценой, готовые принять даже малое зло до тех пор, пока то готовы сдерживать большее. Подобная формулировка недалеко ушла от предупреждения. На меня уже повесили ярлык малого зла. Обилие благих дел улучшало эффективность классовых способностей, в то время как за преступления грозили штрафами. Параллельно учитывался и показатель славы. Чем известнее я стану, тем строже будет оценка. Деяния – эффективность способности хранителя плюс 1%. Благие – уничтожение гнезда скверны в Таргурии. Низкие. Если формула не изменится, то каждый последующий поступок будет прибавлять по 1% к эффективности способностей. Серьёзный прирост, правда и требуемые деяния оказались ему под стать. По крайней мере, это касалось благих поступков. В отношении низких пока оставалось гадать. Графа на данный момент была пуста. Видимо, система не учитывает былые события. У меня за душой хватало сомнительных поступков вроде пыток проклятой и разоплощения варвара на эшафоте. Сами по себе способности, пусть и являлись небоевыми, оказались довольно интересными. Возможность запечатывать разломы между мирами придолженной фантазии могла оказаться полезной в самых разных сферах. С моими нынешними силами я навряд ли сумею серьёзно повлиять на спираль. Но и прощупать почву тоже не помешает. А вот в сражениях с призывателями новая способность может оказаться смертоносным козырем. Единение — пассивная способность, работала в паре с печатью и позволяла почувствовать разломы на значительном расстоянии. Причём, благодаря одному из свойств странника, метки в радиусе 10 километров будут автоматически появляться на моей карте. Далеко за червоточинами в иные планы ходить не пришлось. Провал в инферно посреди центральной площади, россыпь отголосков планы гнили здесь же, брешь в кошмар в предместе к торгурии, и одна неопознанная метка чуть севернее. Не город, а сплошная аномалия. Наверняка за каждый закрытый портал полагается награда, как минимум в копилку упадёт благое деяние. Вот только, несмотря на все возможные блага, я не горел желанием бросаться спасать торгурию. Подобные места наверняка рассадник тварей, сродни той, в которую обратился Гунгун. С другой стороны, лишившись бессмертия, я не мог позволить себе просто затаиться. С такими врагами, как Дубль и Шайнери, это будет равносильно смертному приговору. Шайнери, великая мать, мать скользящих, чьё дитя погибло по вине Алькора, было принесено в жертву ради воскрешения парии. В таких условиях закрытие разломов может стать вынужденной мерой, ведь чем сильнее враг, тем ценнее добыча. Выполнено задание, искореняя скверну. Награда. Базовые характеристики плюс пять. Дополнительная награда. Хранитель достигает ранга элитной. Активная уникальная способность скрепы. Пассивная уникальная способность столб. В прошлый раз за победу над скверной система наградила знаниями павшего дубля, повышением шанса на успех любого ритуала и тремя сотнями хитов. В этот раз заслуга оказалась оценена ещё выше. Новый ранг хранителя не удивил, а скорее подтвердил теорию. Теллура пыталась вести опасного вечного нужной ей тропкой. Пока это приносило больше пользы, чем вреда, меня это полностью устраивало. Столб резал десятую часть силы созданий, рождённых на иных планах. Причём эффект распространялся из-за предела Срединного мира. Можно сказать, теперь во мне скрывалась частичка теллуры. Скрепы имели схожую с печатью механику, только были заточены не на закрытии уже имеющихся разломов, а предотвращение появления новых. Учитывая, что из-за появления спирали на обители висел опасный дебаф истончающий ткань реальности, скрепы будут как нельзя кстати. Помимо этого, скрепы окажутся неприятным сюрпризом и для непрошенных гостей самой теллуры. Какой прок от укреплений и баррикад, если враг способен открыть портал посреди обители? Завершено уникальное событие «Судьба Таргурии». Прорыв Инферны оказался тяжёлым ударом для Таргурии, обратившим некогда процветавший город в руины. Обретёт ли он былое величие или канет в лету времён, зависит только от вас. Громкие слова, но на деле таких вот «вас» оказалось как минимум двенадцать. Рейдгруппа Беспощадных в полном составе также удостоилась чести вести Таргурию в светлое будущее. Чуть ниже шёл список предварительных регалий, основанный на вкладе каждого в освобождение города. Лидирующая позиция вполне ожидаема осталась за мной. Именно я был инициатором рейда, сделал финальный удар по Гунгуну и сумел выжить. Правда, даже так я не получил статус городоначальника. Вторую позицию занял Лев, причём, если бы не штраф за смерть, забравший чуть меньше половины очков вклада, Рыжий мог бы посоперничать за место лидера. Система высоко оценила тот факт, что именно его подчинённые спасали Таргурию. Далее шли Алиса и Зель. Относительно вклада зама Льва оставалось только гадать. Этого парня я не видел большую часть драки. С Алисой ситуация была куда прозрачней. Девушка не только проявила себя в бою, но и сумела выжить. Остальных вечных система отметила вскользь, ограничившись условными регалиями. После возрождения Таргурии эти парни, естественно, будут обладать рядом привилегий, но разница между нами слишком ощутима. Условно, первые три-четыре позиции – будущий костяк управленцев Таргурии, в то время как остальные вечные – лишь будущее знать. На первый взгляд, моя позиция в Таргурии выглядела довольно шатко, ведь все остальные вечные являлись людьми Льва. Вот только помимо нас, схожую награду получили и местные в лице Унгофа и его людей. Причем именно мой наставник, как лидер сопротивления, обладал наибольшей властью над сохранившимися ресурсами города. Учитывая нашу с ним связь и дружеские отношения с братьями-дворфами, я имел неплохие шансы заполучить Таргурию. А город, пусть и павший, ценная награда. До недавнего времени никто из вечных не сумел получить столь серьезную власть. Даже ведущие гильдии лишь брали в аренду участки с землей, а наиболее амбициозные пытались строить поселения вдали от обжитых мест. Даже не факт, что павший Гунгун сумел получить статус главы города. Ведь он до последнего так и не сумел подавить сопротивление. Вот только несмотря на весь соблазн стать первым правителем города, я лишь вскользь пробежался взглядом по сноскам об управляющем ядре и описанием инициации должностей. Ведь зачем тратить время на изучение того, что мне не потребуется? Причиной тому был наш со львом договор, по которому торгурия отходила в руки беспощадных, так что им и разбираться с тонкостями управления и реконструкции города. Могло показаться, что я заигрался в благородство и в итоге оставался ни с чем. Но на самом деле дела обстояли иначе. Прежде чем город начнет приносить реальную пользу и доход, его следовало восстановить. А это подразумевало влияние огромных ресурсов, в том числе и времени. Тягаться финансами с топ-1 гильдии кластера бесполезное занятие. Даже награда за информацию о мишках, которую я получу через несколько дней, особо не изменит ситуацию. Ведь я просто упущу лучший момент для траты монет. Сам лев наверняка уже сегодня потратит огромное количество золота. Да и откровенно говоря, те миллионы я планировал реализовывать иным образом. Укрепление и развитие замка с обителью требовали значительных ресурсов. Пытаясь ухватиться за всё и сразу, я в итоге могу остаться ни с чем. А если расставлять приоритеты, то восстановление Таргурии явно уступало наращиванию мощи в личном логове. В любом случае, даже уступив город, я получу определённые блага в пределах Таргурии и вместе с тем укреплю отношения с беспощадными. Наведение мостов сильнейшей гильдии точно не помешает. Кроме того, не стоило забывать об иных трофеях, которые входили уже в мою часть доли. Благодаря инкубаторам город уже заполонили орды искателей и пожирателей. Насекомые давно выбрались за пределы центральной площади, рыскали по округе, собирая всё ценное. Ситуация дошла до того, что пространственный карман оказался практически заполнен, и пришлось организовать сортировку добычи, отсеивая менее ценное на месте. Лично контролировать процесс не стал, переложив рутинную работу на копа. Находясь у меня на голове, главный искатель не мог лично заниматься поиском добычи, но это не мешало её оценивать. Не прошедшая контроль добычи отправлялась на съедение пожирателям, причём тут особенно выделился проглот. Большую часть времени он лениво расхаживал между прибывающими трофеями, но стоило ему приглядеть нечто интересное, упущенное из виду копом, то он моментально бросался на добычу и поглощал ту. В эти моменты скудные бафы и бонусы от съеденного претерпевали качественное преображение. Правда, с моими травмами эффект удлился недолго. Остальные пожиратели также не сидели без дела, с удовольствием утилизируя прочий хлам. На фоне земляной диеты даже простые безделушки из ржавого металла выглядели неплохой закуской. Правда, самые бросающиеся в глаза трофеи игнорировали все, как эволюционировавшие насекомыши, так и орды их младших братьев. Гигантская рука тварей, отрубленная закрывшимся порталом. Возможно, та оказалась им слишком ценной, и никто не решался её трогать. Ведь едва получив приказ на поедание, пожиратели буквально набросились на плоть. В иных обстоятельствах стоило изучить из куда большей пользы использовать мясо. Но сейчас на кону стояла моя жизнь. Именно благодаря столь сильной и качественной подпитке удавалось поддерживать высокую скорость регенерации. В любом случае у меня остался костяк, отличный ресурс для крафта и ритуалов. Правда, и тут имелись проблемы. В целом виде останки руки оказались нетранспортабельны. Попытка отправить исполинский трофей в пространственный карман, обернулась паутиной трещин на бляшке пояса химика и недовольным бурчанием Аризавия. Благо, после разделения костяка на фрагменты проблема решилась сама собой. Разве что пришлось скормить новую порцию отбракованного пожирателем для освобождения места в рюкзаке. Режим противостояния деактивирован, бой окончен, и даже жизни павших лишь один из многих трофеев, что подчиняется власти победителя. Громкие слова, но они не оказались пустышкой. Помимо Гунгуна, система отдала в мои руки власть над возрождением всех погибших беспощадных. Время отсрочки имело ограничения максимальный срок сутки, но что куда важнее, я мог изменить точку перерождения. Учитывая возможности могильника, я легко мог запереть всех павших вечных. Опускаться до подобной подлости не собирался, но сам факт такой возможности запомнил. В будущем стоит серьезно задуматься, прежде чем лезть в локации с режимом противостояния. Причем особенно осторожным стоит быть с обилием временных союзников, ведь и они могут легко обернуться врагами и пленителями даже после удачного исхода битвы. После недолгих раздумий изменил место возрождения союзников на их собственную штаб-квартиру. Таймер искусственной отсрочки установил на два часа. Этого времени более чем достаточно, чтобы я убрался из Таргурии, перестав быть легкой мишенью. Единственное послабление сделал для Льва. Пока есть шанс на перемещение точки с земли в Теллуру, Рожебородый будет сильно заинтересован в моей безопасности. Правда, и тут я сделал себе получасовой запас. К этому моменту я должен выбраться за пределы города, а там, при необходимости, я смогу уйти порталом в обитель. Определенная доля риска все же присутствовала, но я посчитал ее допустимой. В некотором роде это будет очередная проверка лояльности главы беспощадных. Учитывая положение в самой Таргурии, единственным источником угрозы могла стать лишь Алиаса. Конечно, со сломанным позвоночником особо не повоюешь, но от тел Луры подкидывала сюрпризы куда больших масштабов. Сам тому отличный пример, ведь мне удалось отрастить одну из потерянных конечностей всего за четверть часа. Убедившись, что состояние относительно стабилизировалось, а мне перестало угрожать смерть в любую секунду, и пытался встать. Даже с поддержкой щупалец на это нехитрое действие ушло чуть меньше минуты. Нога сразу отозвалась болью, но это чувство скорее порадовало. Уж лучше немного потерпеть, чем ощущать пустоту. Отросшая конечность выглядела так, будто ее пересадили от мумии. Тощая настолько, что ее легко спутать с костяком обтянутым кожей. Она выглядела чужеродной даже на моем истощенном теле. Правда, внешний вид и боль меня сейчас не особо волновали. Главное, вернулась способность ходить. Значит, я сумею вскоре покинуть Торгурью. Пусть с хромотой я едва плелся, но это куда лучше, чем ползти за пределы города. Минут за пятнадцать-двадцать должен справиться. Смотревшись, только сейчас понял, что нахожусь не у самого края воронки в земле, а чуть в стороне. Учитывая, что тело Гунгуна я не видел, фанатика должно было разорвать сродни бомбе, а меня даже отбросило. Отличная иллюстрация того, к чему могут привести игры с искрой. До края обрыва было всего десяток метров, но на его преодоление ушла еще минута. Едва отросшая нога слушалась некоторой неохотой, к чему было сложно привыкнуть. Будем считать, что это разминка. Идти пришлось в противоположную от выхода из Торгурии сторону, но я был обязан проверить это место, ведь именно здесь Собнак обрел плоть и проник в Срединный мир, а Гунгун устроил жертвенник. Игнорировать воронку будет верхом глупости. Пречувствие не обмануло. Ранее бурлящая на дне тьма развеялась, открыв взору алую гладь. Оставалось только гадать, сколько местных расстали со своей жизнью на дне этой кровавой ямы. Кровавый бассейн структур, ранг 16, статус неактивен. В целеустремленности Гунгуну не откажешь. На данный момент в сильнейшая постройка добралась до пятого ранга, в то время как бассейн имел шестнадцатый. Естественно, я прекрасно понимал, что пристанище находилось в невыгодном положении лишь из-за обилия построек. Но факт остается фактом. Фанатик очень многое вложил в бассейн. Интересно, а структуры, добравшись до двадцатого ранга, эволюционируют так же, как осколки и модификации? В полной мере, оценить возможности структуры не вышло. Детальные описания и перечень свойств оказались закрыты из-за неактивного статуса. Также следовало учитывать, что я смотрел на мир через копа, а ему было очень далеко до всевидящих глаз. В такой ситуации даже минимум информации неплохой результат. Оказавшись столь близко к бассейну, я невольно активировал одну из системок. Та появилась сразу после гибели Гун-Гуна, но была завалена множеством других сообщений, скрывшись в недрах Трея. Прикончив и поработив бывшего владельца бассейна, я инициировал смену хозяина. Для его завершения требовалось иметь власть над свободой Гун-Гуна и пожертвовать двумя каплями крови. Первая должна принадлежать самому фанатику, в то время как вторая новому владельцу. Выполнить условия не составило труда. Даже не запирая Гун-Гуна в могильнике, на данный момент я уже имел над ним власть, не позволяя возродиться. Добыть кровь фанатика также не составило труда. Вокруг хватало его останков полных ценной жидкости. Сложнее всего оказалось добыть собственную кровь. Вопреки обилию ран, всё потерянное во время боя уже давно вернулось в тело и не спешило его покидать. Оставив жалом на культе точечный прокол, мне не удалось добыть даже одной капли. Продолжать кромсать толком невосстановившуюся конечность не стал, решив выкрутиться иным способом, прикусив язык. Возможно, кровавый плевок в недра бассейна не лучший способ инициировать смену хозяина, но нужного результата я всё же добился. Алая гладь поглотила подношение, попросту отторгнув и испарив всё лишнее слюну. Достигшая же недра структуры капля крови моментально запустила цепную реакцию. Бассейн начал преображаться, меняя цвет с багрово-красного на алый. В процессе метаморфоз система предложила перенести структуру в обитель, на что я и надеялся, правда, не забесплатно. К моей удаче в качестве платы взымалась исключительно энергия, источником которой вполне могла стать и другая сторона, обитель. Учитывая эффективность истинного управляющего в пристанище, никому не навредит. Нога к этому моменту успела набрать в массе, пусть и не основательно, но выглядеть стало куда лучше, что также повлияло и на мою скорость. Уверенно шагая, я сумею покинуть торгурию ещё быстрее. Правда, прежде чем уйти, пришлось сделать ещё один небольшой крюк, забрав с собой Алису. Девушка внесла ощутимый вклад в бой с фанатиком, и, как минимум, не заслужила лежать сломанной куклой посреди залитой гнилью площади. После схватки с гунгоном на земле осталось большое количество зловонных луж. Выглядели те скорее мерзко, нежели опасно. Тем не менее, среди орд-пожирателей, рыскающих по всему городу, время от времени находились единицы смельчаков, готовых рискнуть и взяться за столь неоднозначную трапезу. Насекомыши гибли десятками, но продолжали смертельное пиршество. Причём это объяснялось не глупостью или отсутствием инстинкта самосохранения. Пожирателе вела одна единственная цель — помочь создателю, породившему весь их род. Абсолютная и непоколебимая преданность. Обходя лужи, я приметил в недрах одну из них мелькнувшую тень. Движение было едва заметным, но по мутной глади пошла рябь. Хорошее напоминание о том, что гнойные кляксы на земле не просто грязь, а подобие порталов в иной план. Во что же превратился этот город? Даже с ресурсами беспощадных будет нелегко привести торгурию в порядок. Продолжая идти мимо луж, я почувствовал, пусть и ненавязчивое, но чёткое желание избавиться от этой грязи. Видимо, так о себе давал знать обновлённый класс. Ну, допустим. Учитывая, что разлом без подпитки со стороны Гунгуна должен был изрядно ослабнуть, всё же решил попробовать. Обнаружен разлом в ткани реальности иная сторона Амманифия-4. Амманифия гниения план гнили. Активирована способность печать. Доступны источники подпитки для ритуала запечатывания. Окружающая среда 5 дней. Живые существа. Радиус 100 метров 16 часов. Собственные силы 18 минут. Избрав один из возможных путей, независимо от результата, данный разлом в пространстве станет невосприимчив к вашим силам и способностям на неделю. По истечении срока вы сможете повторить попытку. А это уже любопытно. Меня удивило название иной стороны. Ведь я был уверен, что Гунгун спутался с силами Инферно. В конце концов, именно из того плана пришёл Собнак. Возможно, потеряв одного покровителя, фанатик быстро нашёл нового. Отложив в сторону, верность Гунгуна переключился на системку. И та удивила. В глаза сразу бросился третий из допустимых вариантов закрыть разлом. 18 минут. Столь малый срок слишком сильно выделялся на фоне дней и даже часов. Вот только за использование этого метода придётся лично заплатить. Ритуал наверняка не из приятных. Прочитанное навело на интересную мысль. Если запечатывание действительно имеет отношение к ритуалу, то подготовившись к нему должным образом я сумею свести к минимуму негативные последствия. После полного исцеления и с поддержкой полоса вместо сомнительной авантюры получается возможность использовать силы хранителя без особого на то риска. А после запечатывания последует награда и возможно пополнится список благих деяний. В любом случае эти гнойные кляксы идеальное место для того, чтобы испытать силы хранителя. Прочие зоны наверняка будет неплохо сочетаться с этим методом создания печати. Подобная синергия могла не только упростить процесс, но и увеличить награду. Кроме того, потенциальный осколок получит стабильный источник прокачки, что было весьма важно. Неистовая вера стала моим осколком довольно давно, не намного позже прочих, но тем не менее едва добралась до седьмого ранга. А умелец тем временем успел дорасти до двадцатого ранга, переродившись в ядро души. Правда, даже с этими плюсами жертвенник серьёзно проигрывал пустоте и идолу. Ведь сейчас самое главное выживаемость. В итоге, подавив тягу создать печать, попросту прошёл мимо луж. Использование собственных сил в нынешнем состоянии будет мало чем отличаться от изощрённой формы самоубийства. Остальные варианты также отбросил. Потенциальные жертвы в радиусе сотни метров это наверняка выжившие местные. Использовать их жизни я точно не стану. Окружающая среда, учитывая нестабильность ткани реальности и уйму дыр в пространстве, также не лучшая идея. Куда надёжнее вернуться позже и заняться печатью лично. Конечно, имелся небольшой риск, что меня могут банально опередить. Беспощадные, сильнейшие гильдии кластера с огромными ресурсами, в том числе и человеческими. В их штате есть самые разные спецы, среди которых наверняка есть и коллеги хранителей. В любом случае, лучше упустить награду, чем ставить на кон жизнь. Развеяв системку, тем самым отменив создание печати, вобрёл дальше в сторону неподвижно лежащей Алисы. Нога уже стала куда послушней, перестав напоминать мёртвый предаток. Сосредоточившись на ноге и контроли за ней, я едва не провалился в неглубокую яму, на дне которой копошилась помесь огромного куска обваренного мяса и розовой зелёной жвачки. Лишённый рук, едва стоящий на ногах вечный, далеко не самая опасная боевая единица, но пришлось подстраиваться. Ощетинившись щупальцами Аризавия, я приготовился дать отпор неизвестной твари, но этого не потребовалось. Осыпь 210, тип фамильяр паразит вид пацератус класс эпический уровень 162 эффекты сила плюс 32 процента ловкость плюс 32 процента целосложение плюс 32 процента дух минус 32 процента интеллект минус 64 процента регенерация 2 процента в секунду голод плюс 640 процентов свойства адаптирует и усиливает модификации увеличение сопротивления ядом скрытые свойства зависит от показателя интеллекта и духа влияние на высшую нервную деятельность искажение восприятия имеется шанс полного замещения сознания носителя а ведь это многое объясняет поведение гунгуна не выходило у меня из головы агрессия и маниакальная жажда отомстить с этим все просто и понятно возраст или темперамент далеко не единственное объяснение а вот вспышка фанатизма выглядела странно до этого я списывал происходящее на явные проблемы с головой фанатика догадка по большей части оказалась верна с тем единственным нюансом что окончательно парню закоротило мозги после сторонней помощи учитывая что изначально гунгун имел класс шамана то он должен был прокачиваться с упором на дух но даже так не сумел в полной мере противостоять силе собственного фамильяра возможно сказались более скромные показатели интеллекта или смены расы класса и призвания правда даже так особь не сумела в полной мере подчинить носителя и в итоге вместо послушной куклы получился поехавший крышей маньяк а ведь попадись мне эта тварь на старте я вполне мог и сам с ней слиться по спине пробежал неприятный холодок первый день в теллури выдался для меня не из приятных учитывая особенности проклятых имелся серьезный риск потерять работу тестера а вместе с тем и шанс на относительно нормальную жизнь по крайней мере так я тогда думал относясь к происходящему как к игре я бы легко закрыл глаза на отталкивающий внешний вид особи ради бонусов трудно сказать что бы со мной стало к моменту разлома к счастью вне носителя особь оказалась медлительной и уязвимой с момента гибели гунгун тварь даже не смогла выбраться из ямы оставленной после взрыва фанатика наблюдая за спазмирующим куском мяса мне удалось разглядеть в его недрах формирующийся кокон о том что это такое система умалчивала вновь сказывались слабые глаза копа видимо развернутые описания самой особи заслуга моих собственных глаз изначально я увидел мерзкое нутро фанатика во время боя но тогда не придал неестественному мясу особого значения а сейчас это странное существо еще и ослабло возможно кокон попытка паразита переродиться в нечто более мобильное для поиска нового носителя правда даже так у твари имелся и запасной план пара ложноножек тянулась к Алисе сама девушка отлично видела медленно приближающуюся тварь но ничего не могла сделать все что ей оставалось с ужасом смотреть на живой и мерзкий комок мяса к удаче беспощадной моя нога установилась до того как особь успела сменить хозяина уничтожать и уж тем более пожирать порождение инферно не стал первое неэффективно второе слишком опасно ну а о слиянии я даже не задумывался даже окажись бонусы в 10 раз сильнее какая разница если в итоге я лишусь собственной личности пока прикидывал как лучше утилизировать тварь без помощи рук активизировался Аризавий получив мое разрешение на контроль над щупальцами алхимик не стал церемониться с особью выпустив ищупав шипы лезвия он первым делом отсек тянущиеся колеси ложноножки после чего взялся за основную массу паразита работа Аризавия походила на безумную смесь навыков нейрохирурга и мясника в один момент он аккуратно обходил мелкие прожилки сохраняя отдельные сосуды и волокна а в другой попросту кромсал осыпь на части на всю тушу у алхимика ушло меньше минуты что выдало его богатый опыт на этом поприще хотя припомнив как именно Аризавий тестировал собственные наработки столь необычные навыки не удивляли часть плоти особи оказалась расфасована по колбам и ушла в пространственный карман но основную массу алхимик оставил для себя используя все те же щупальца Аризавий выпустил иглы с помощью которых стал поглощать фрагменты фамильяра на мой взгляд рискованный ход но останавливать местного не стал в любом случае сейчас его тело был артефакт так что заражение особью выглядело маловероятным прошло всего несколько секунд оповрежденный пояс начал устанавливаться регенерируя оповрежденные щупы с видимой глазу скоростью признаков заражения также не наблюдалось даже на срезе щупальца выглядели чисто да и система на этот счет молчала а вот сердцевиной особи ядром паразита так и не успевшим скрыться в коконе Аризавий действовал намного аккуратней избегая прямого контакта он создал стеклянную оболочку вокруг паразита при этом мясная клякса не ползала по стенкам сферы а парила словно в невесомости обратная гравитация с нотками гордости пояснил алхимик позволяет переносить практически любые ингредиенты независимо от их агрессивности моя личная разработка отличная идея оказавшись запертой в невесомости особь перестала сопротивляться уже спустя пару секунд вокруг полно экстракта гнили в пределах нашего плана его проблематично отыскать будет жаль упускать столь ценный ресурс у неожиданной помощи и инициативы Аризавия быстро нашлось объяснение правда в процессе придется пожертвовать некоторым объемом щупалец и немного повредить сам пояс но все в пределах разумного можешь приступать заверение в разумности из уста безумца звучало несколько натянуто но я решил сделать шаг навстречу Аризавию да и бросать ценный ресурс действительно несколько опрометчиво и вся и не планировал но определенное количество образцов точно не помешает дважды повторять Аризавию не пришлось алхимик моментально взялся за дело видимо окончательно отошел от встречи с пустотой ну или напротив он таким образом и отвлекался за сбор экстракта вновь отвечали щупальца Аризавий старался поглощать тот небольшими порциями но даже так процесс шел с явным скрипом показатель прочности пояса падал каждую секунду и а тем временем орудуя уцелевшим хвостом принялся изучать останки врага в недрах забракованной плоти удалось отыскать демоническую пластину и черепа последнее знатно потрепало отчего на каждом из них красовалась паутина глубоких трещин знатная добыча учитывая что выпала та не из рейдового босса а из вечного впрочем обилие дропы легко объяснялось Гунгун имел багровый ПК статус в то время как я носил титул вольного охотника за подобными убийцами игроков не стоило забывать и о том что вечный находился в числе моих личных врагов при прочих равных условиях этот статус в разы повышал шансы выбить часть экипировки из противника свойство работало в обе стороны при этом учитывался перевес в силе а Гунгун превосходил меня по многим позициям в том числе и по уровню Резави остановился лишь после того как прочность пояса опустилась до отметки в 30 процентов экстракт оказался действительно силен но главное что повредил лишь текущий показатель а не максимальный наконец-то добравшись до девушки опустился рядом с ней на одно колено и только сейчас сумел почувствовать ее ауру Алису пронизывала боль пожирая ту изнутри более чем странная реакция при условии что особь не успела добраться до вечной попытка мысленно дотянуться до беспощадной ничего не дала ментальные силы устанавливались значительно медленнее плоти постоянные диалоги с Резавием также не способствовали этому процессу я помогу избавиться тебе от боли хриплый и искаженный маской голос походил на скрежет но именно он сумел вырвать вечную из ступора в ее глазах на смену страха пришел огонек осмысленности выскользнувший из-за моего плеча хвост с оголенным жалом хорошо давал понять каким именно способом я собираюсь прервать мучения Алисы аура девушки вновь наполнилась страхом и отчаянием умирать даже ради перерождения та явно не хотела на потерявшую бессмертие Алиса не походила в ней банально не чувствовалось пустоты так что я списал реакцию девушки на банальный страх и шок будем считать это моей благодарностью вместо того чтобы убрать хвост одним движением вонзил его в живот Алисы именно здесь аура девушки сильнее всего была искажена возможно именно тут и находился очаг боли благодаря навыкам палача я мог не только выплескивать но и забирать боль что я и попытался сделать умение активировалось оставив на коже девушки тлеющую печать вот только после активации способности я ничего не почувствовал по по пома договорить Алиса так и не смогла девушка закашляла после чего на ее губах появились мутно черные капли быстро начавшие разъедать кожу и обнажая язву одну из десяток язв быстро расползающихся по телу вечной и обнажая язву и обнажая язву и обнажая язву и обнажая язву